Вы не считаете его мужчиной? Эээ, просто пиздец, это как бомбит от этого друзья. Опять это, это о хмуре, опять и видео называется. Просим мужчин уступить месяц от девушки, социальный эксперимент. В течение нескольких дней мы ездили по московской подъемке со скрытой камерой, и в переполненных вагонах предлагали сидящим мужчинам уступить место стоящим рядом женщинам. Вот, вот этот вот молодой человек, как вы сейчас смотрите, будет подходить к мужикам, вы поняли, да, и пытаться их заставить оскорблениями уступить место. Девушки, хотите место предложить? Какой? Вот этой. А ты что переживаешь? Такой, блядь, я переживаю что-то? Обратите внимание на его ответ. Переживаю за российских мужчин. Я переживаю за российских... Я не понимаю. Что такое логическая ошибка? Это когда тебе кто-то что-то втирает, какую-то дичь, и ты не понимаешь, какая связь между причиной и следствием, которую человек пытается тебе втереть. Вот так и здесь. Уступи место. Почему? Как это связано с российскими мужчинами? Почему ты за них переживаешь? Что от них от этого будет, если не уступит этот конкретный человек? Ничего, ответ. Это просто манипуляция несознательная. Человек, не думайте, что он так умел, что он пытается манипулировать на уровне всех. Он просто... Он просто... Он просто... Хорошо. Мне просто стыдно за вас, если так себя ведете. Хорошо. Хорошо. В следующий раз всегда там делайте, пожалуйста. В следующий раз... Я бы очень красиво сейчас сказал, знаете, мог бы наматериться так, чтобы красиво, смешно звучало, но, к сожалению, YouTube не позволяет. Просто... Хорошо. Он уступил, отошел. Вот это подходить, вот это вот гавкать. А после это, ну, просто... Видно, что кавказец. Хоть он и замылил, все равно видно. Ну и по разговору увидите. Женщине, предложите место, пожалуйста. Иди отсюда. Что? Иди отсюда. Предложите, пожалуйста, женщине место. Большинство людей все равно не спросило, где связь между, почему я должен, где это как бы указано. Может в конституции, может в каком-то из кодексов, административном, криминальном. Какое наказание будет за то, что я этого не сделаю. Хорошо. Какие моральные причины у меня это сделать? То есть уступать место женщине. Я не говорю инвалиду, я не говорю человеку, который плохо себя чувствует, каким-то больным людям, может уставшим, очень прям видно, что человек устал. Тем, кто очень сильно просит, если у тебя есть такое желание. Все можно уступать. Но какое ты, сука, имеешь право подходить к людям и говорить, что он должен так делать? Он так считает, он много раз, множество раз повторяет это в этом ролике. Ну так делай так. Не навязывай свою поганую точку зрения всем подряд находящимся вокруг у тебя. Ты кем себя возомнил? Женщина, женщина. Он своим ответом показал, что он не мужчина? Я не хотел бы оскорблять. Вы не считаете его мужчиной? Я тоже. Че, блин? Подождите, подождите. Ты че? Ты че? А? Ты че? Ты че? А? А что за кофе? Женщина присажива? Нет, нет, нет. Ну, видно, что чувак просто за контентом гонится. Подошел именно к Кавказу. Кроме того, я его здесь вижу более культурным, чем вот этот человек. Потому что, ну, это просто быдло. Друзья, знаете, что сейчас на мне? Это футболка моего личного производства. 95% хлопка и 5% эластана. Если кто не в курсе, если кто не разбирается, это максимально натуральная футболка, которую только можно позволить себе. Потому что 100% хлопка просто не делается. Друзья, ношу я ее уже не один месяц, не растягивается при стирке. Не знаю, друзья, как еще написать. Вы знаете, я же не буду сильно хвалить свое. Я просто скажу, что я сделал максимально качественное, которое только можно сделать. Я за производство заплатил как можно больше, не особо заботясь о прибыли. Поскольку я здесь стою по грудь, принт вам не очень видно. Вот я вам фотографии покажу. С разными принтами существует много разных видов. Я так, в футболке принтов в основном два. Это такое, как у меня, с черепом. И еще с надписями здесь и снизу. Большая часть принтов выполнена вот в таком стиле, как... Ну что ж, ты же модный чувак. Ты же не будешь запендриваться яркими надписями, там, какими-то... Вот здесь вот оно в тон сделано. Оно такое же черное, как и вся футболка, только немножко другого оттенка. Так, чтобы было, не бросалось в глаза, но при этом было видно и красиво, и хорошо модно. В общем, стильно, молодежно. Хорошо питывает влагу. Для занятий спортом просто рекомендую. Как для повседневной жизни, так и для занятий вообще без проблем. Я не знаю, сколько стирок уже прошла эта футболка. Она просто у меня стирается каждый раз, потому что я в ней в зал ходу. Никаких нареканий до сих пор. Потому что я тестирую на себе специально, для того, чтобы дерьмо не продавать. Ну и не надо же говорить о том, друзья, да, что я не покупал в Китае, не налепил свою какую-то бирку и не перепродаю. Нет, друзья, все сшито нашими же заводами из ткани, сшито по нашему дизайну. Никакой перепродажи, только оригинальный продукт. Не ищите на китайском Алиэкспрессе, вы не найдете этого. На сегодняшний день, на данный момент цена небольшая. 1300 рублей или 500 гривен. Для футболки такого качества, друзья, ну я не знаю, где вы еще можете найти такие футболки. Я когда в Левис заходил, футболки покупал. Футболки, мне кажется, качества чуть-чуть похуже, а может где-то такие же. Но они стоили по 3500 рублей. В общем, друзья, это первая продажа. Мне очень важно, чтобы продалось неплохим тиражом. Тогда я буду сразу же делать новый дизайн и другие шмотки, штаны и кофты. Поддержите, пожалуйста, покупайте. Заказать можно в инстаграме нашего бренда, который называется NoMo. Ссылка будет в описании под этим видео. Заходим, покупаем. Я не буду уступать месту. Не выйдете? Нет. Не надо. Не надо выйдете. Ставьте, пожалуйста. Да вы ранее такие, вы жмите. Я не буду. Молодой человек. Мужчина. Тупо игнорирую, тупо. Правильно делают? Я считаю, что он должен уступать месту женщину. Я думаю, что у него нет воспитания. А как ты еще можешь считать, женщина? Конечно, тебе выгодно, чтобы тебе уступали место, как бы, ну. А я не считаю, что мне должны уступать место. А вон дядя Федя считает, что дядя Федя должны уступать место. Каждый может что-то считать. Я же не захожу в вагоны, не говорю всем вокруг. Выдал. Я считаю, что вы должны мне уступать место. Я бодибилдер. Я вешаю больше сотки. Мне тяжелее стоять, чем тебе 60-килограммовые сучки. А ну встала быстро, пошла нахер отсюда, вон туда мне. Я еще дышать хочу. Свободно. Ты мне тут воздух, свой СО2 выдыхаешь. Я не хочу дышать рядом. Пошла нахер вообще из этого вагона. Вот как я считаю. Воспитания нет у него. Да, проблема в том, что у многих современных мужчин есть такое воспитание. Баба-арабское называется воспитание. Слышали такое? Нет. Я ни в коем случае не говорю, что женщины это плохо. И как бы им надо грубить и так далее. Нет. К ним надо проявлять такое же уважение, как к мужчинам. Одинаково должно быть. Никакого становления на пьедестал им не нужно. Но предоставлять. Кроме того, сами же женщины, современные феминистки говорят тебе об этом. Ты уступил мне? Ах ты ху** прась. Спермабак ты поганый. Ты считаешь себя сильнее меня. Ты считаешь, что ты в чем-то лучше. Человек. Осторожно. Блин, закрывай. Вот гнездо сидит, закрывает экран. Он как бы... Сышь? Очень терпеливый человек. Ох, не знаю. Я бы так не терпел. Не знаю. Вот женщина, вот женщина. Станьте, пожалуйста. Нет. Станьте. Пожалуйста, очень вас прошу. Нет. По джентльменски он вас просит. То есть он считает, что джентльменом человека делает вот это баборабское поведение, да? Неопрятность, невежливость, обыдлярское поведение и баборабский менталитет. Это для него джентльмен. Ступите, пожалуйста, девушке место. Я считаю нужным, что он должен уступать место пожилым людям. А я считаю, что нужно всем девушкам уступать место, женщинам. Вы видите, как это нагло происходит? Человек говорит свои принципы. Он даже пошел с тобой на контакт. Он тебе сказал, что он считает. Он хочет уступать место пожилым. Этот приходит и говорит, я считаю, что всем девушкам ты должен уступать место. Хорошо, казалось бы, поделился ты своим мнением. Спасибо тебе за твое очень важное для меня мнение. Спасибо. Иди своей дорогой. Нет, он продолжает. Вы молодой человек. Женщина старше вас. Женщина старше вас. Женщина старше вас. Вы считаю, я считаю, что вы позорите мужской рот. Я считаю, что вот это вот волосатое существо позорит мужской рот. Вот я так считаю. Я не буду рассматривать здесь ту ситуацию, что он так не думает и делает это только ради контента шокового. Для того, чтобы они здесь собрали целую кучу дизлайков. Не знаю, нахрен это вообще нужно. Вот, пожалуйста. 230 лайков и 3-2 тысячи дизлайков. То есть большинство людей относятся к этому негативно. Большинство людей, в том числе и женщин, прошу заметить. Женщина уже говорит тебе, че хули ты д**ался? Поговорить мне. Че ты вообще нахер со своими принципами? Иди пихивай их с бабушке своей. Вот ты можешь с ней об этом поговорить. Че ты пристаешь к людям? Вообще я считаю, что женщина должна быть воспитана так, что два мужчины разговаривают, а она не влезает в разговор. То есть, вы слышали, да? Женщина влезла, говорит, нахрен ты, ты пошел ты вообще. И он говорит, ты, баба, не лезь в мужской разговор, когда говорят мужчины. По факту он стоит и говорит про какие-то свои моральные принципы в защиту женщин. Беспокоясь при этом о мужчинах. Но сам при этом является сексистом, который считает, что женщина даже не может говорить без согласия мужчины, как бы, да? То есть, он не сказал, что ты просто человек, как бы, не влазь сюда, пока мы здесь разговариваем. Он сказал, ты женщина, не влазь сюда, пока мы тебе не позволим, мужчины. Так он сказал. На что он намекает? Я гражданин Российской Федерации. Он как бы намекает, что ты, этот самый, из трех букв, да, наха начинается. Ты, короче, говорит он, иностранец поганый, говорит он. Хули ты тут вообще со своими лезешь? Вообще, пошел вон из этого вагона. Вот что он говорит. Я вам перевожу просто, а я, гражданин Российской Федерации, и мое слово ты должен воспринимать как закон. Вот так это звучит, если он даже не имел это в виду. Замечательный молодой человек. Расист, сексист. Не знаю, возможно, выяснится, что еще гомофоб. Абсолютно не интегрирован, скажем так, в современный мир. Ну, потому что унижать женщин за то, что они женщины, унижать мужчин за то, что они другой национальности. Ну, красавчик, молодец. Отстаивай дальше свои принципы и говори, что ты джентльмен, да. Вот так вот. Я поживи, я джентльмен. А вы не джентльмен. И только что женщина сказала, что вас мужчины не считают. То есть сидит и говорит абсолютно наоборот. И он говорит, я не вижу, что ты джентльмен. Он, кстати, как для Кавказа, они же вспыльчивы, да, он общается очень культурно. Ты ведешь себя со своей стороны, просто дискредитируешь русских людей, мужчин, в частности, и весь мужской урод. А вы считаете этого молодого человека настоящим мужчиной? Мы там одну девушку спрашивали. Девушке надо спросить. Мне предложили у вас спросить, вы этого человека считаете настоящим мужчиной? Вы видите, он даже женщину не может оставить в покое. Он просто пытается заставить ее оскорбить рядом с сидящего мужчину, назвать его не мужиком. Ну, типа, ну это, знаете, как в 10 лет, а ты не мужик, да, и он пошел, вот эта грудь вперед и пошел делать то, что его заставляют детской манипуляцией. Ну, ты в детском саду, что ли? Ну, кого ты пытаешься этим оскорбить? Кошмар, я бы просто поржал над ним. Достал бы видео, снял бы с ним интересный контент, выложил бы на YouTube. Я вам задал неудобный вопрос, да? Нет, я просто не слышал. Я думаю, что он не хочет со мной общаться, он непонятно, как она сказала. Не, она ни разу не слышала, что не хочет со мной общаться. Ну, ты иди, скажи мне, пожалуйста. Она говорит, я не хочу вам отвечать, он говорит, я ни разу не слышал, что она не сказала, что не хочет со мной общаться. Мы смотрели вот этот кусочек вместе, и Наташа на этом моменте, женщина Наташа, сказала, что он ведет себя просто как быдло, что она не уважает и не любит таких мужчин. Если бы он пристал какому-то мужчине просьбой уступить Наташе место, то она бы просто послала бы его куда подальше. Сначала, конечно же, бы просила не делать так, но потом, когда он продолжил бы, естественно, так себя вести, она бы его послала просто потому, что ей неудобно становится от таких вот кадров, как этот. Он реально пристыживает женщину здесь скорее, а не мужчину. Это только самодовольные такие более пожилые женщины, которые действительно считают, что им все-все должны вокруг. Ему как бы поддакивают и говорят, да это не мужик, что с ним? Он своим ответом все уже сказал. Вы что, защитник? Да, я защитник, я активист. А я кинционер. Кинционер? У вас какие-то проблемы со здоровьем? Мне кажется, пожилой женщине нужно обязательно уступить место. И вам сейчас должно быть очень стыдно, и мне сейчас стыдно. Ой, да пойди ты нахуй уже со своим, мне кажется. Когда кажется, креститься надо ебать, да пи*** просто. Реально я понимаю, почему 3,2 тысячи дизлайков, потому что просто, ну вы понимаете, действует на нервы человек. Я понимаю, я всех понимаю, кто наставили дизлайки на этом видео. Если все вокруг говорят, что ты быдло, ты можешь здесь не писать, что ты приготовил ракетку для отбивания тухлых помидоров. Ты можешь ничего не писать и не считать себя как бы самым умным, когда все... Ну, блядь, ну если вот, если ты идешь, вот, и все вокруг тебе воняют. Я не знаю, встань, посмотри на свою подошву, потому что иногда, иногда дерьмо действительно у тебя на ноге. Что их надо воспитывать. Я понимаю, что вид себя изжил. Вот изжил. А мне, знаете, как неприятно и стыдно. Понимаешь ли ты, что вот эта женщина, рядом стоящая, она тебя оскорбила? А мне сказала, тот человек, там, скажем так, некультурный. Она сказала, вид себя изжил. Ты, сука, в том числе. Или до твоего небольшого мозга не доходит, что она тебя только что оскорбила? Вы матерились. Вы признаете, что вы матерились? Вы признаетесь, что вы матерились? Да, сука, признаюсь. Просто, просто, знаете, просто возомнил себя судьей. Ты признаешь свое вино? Признаю. Я сказал плохое слово из трех букв на уроке. 25 лет тюрьмы. Рядом там с Чикатило и Тедом Банди пусть сидит, потому что это просто невозможно его терпеть в нашем обществе. На вашей родине принято материться. Расист. Расист. Женщине надо уступить место. Надо уступить место тому, кто в этом нуждается. То есть беременной женщине, пожилой женщине, пожилому мужчине. Я бы еще добавил, можно уступить место тому, кто в этом нуждается, если ты этого хочешь. Не надо, а можно. Мужчина должен уступить женщине просто потому, что она женщина, я вот так считаю. Тьфу, блядь, это твою голову что-то доходит или нет. Я не понимаю, тебе объясняют, тебе пытаются втолковать. Просто говорит, просто как, ну, походу, ДЦПшник немного, не знаю, что-то у него не так с головой, он ничего не понимает. Просто не знаю, зачем его этот ролик взяли, надо было кого-то посмышленнее взять. Это подход такой, что женщину это существо другое совершенно. Да, другое существо. Вот, это антинаучный подход. Другое существо. Ну, просто в этом ролике прогрессивные, скажем так, люди этого мира уже бы расценили. Куча антифеминистских, куча сексистских, куча националистических, расистских высказываний. Он не считает ее человеком. Он не говорит о биологическом различии между подвидами, вида человека, это подвиды. Он говорит, что она другой вид. Красавчик. Блин, молодец, прямо на ютубе 2019. Вы, человек, хотите женщине приглашать присесть? Нет. Нет, почему нет? А почему бы мне спрашивать? Не хочу. А пацана вон там не хочешь спросить, чего он не уступает место? Пацан весит килограмм 25. Ему, по-моему, легче всего стоять из всех взрослых здесь в этом вагоне находящихся. Какие у него обязанности жрать, досрать и в садик ходить, если он уже куда ходит? Мужчины в большинстве случаев... Господи, там же Владимир Путин сидит. Он, смотри... Все, я понял. Больше мы этого чувака не увидим. Путин, по-моему, не одобряет вот то, что здесь происходит. Вы посмотрите, он же там сидит и за ним смотрит. Я только что это увидел. Как хорошо же я это заметил. Я остался при своем мнении. Я считаю, что все мужчины должны обязательно предлагать женщинам место. Спасибо за ваше, безусловно, очень полезное для меня мнение. Теперь я поделюсь с вами своим. Я считаю, что прямо сейчас ты должен снять штаны, просунуть голову между ног и засунуть язык себе прямо в жопу, если тебе позволяет твоя растяжка. Или, по крайней мере, ты должен попытаться это сделать. Это я считаю. Я остался при своем мнении. И как бы, если ты что-то имеешь против, ну, ты как бы не пи***и, потому что я подойду к тебе и буду это повторять 15 тысяч раз. Пока ты не будешь в этом уверен, пока ты не согласишься со мной и не выполнишь эту задачу прямо передо мной. Вот как я считаю. Всем же остальным, кому понравился этот ролик, обязательно, друзья, ставим лайк. Обязательно подписываемся и колокольчик ставим рядом с кнопкой подписаться, для того, чтобы вы видели уведомления о выходе моих новых видео. Сделайте эти вещи обязательно. И напишите в комментариях, охмурить под этим видео. Спасибо, что смотрели с вами в интернете. Всего вам хорошего, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok